Доброго времени суток! В данном видео обзоре рассмотрим процесс автоматизации управления в игре Kerbal Space Program. Вместо введения рассмотрим пример того, что игра разрабатывается на бич-движке Unity 3D, которая является по сути движком для автоматизации разработки игр. Соответственно, кросс-пранформенность движка игры и также Unity 3D оставляет желать лучшего. Для игры написано множество прекрасных и полезных относительно плагинов. Автор, к примеру, использует только один. Мод – это окно, которое позволяет более-менее функционировать курс и настройку орбиты. В других плагинах и модификациях лично для себя пользы не нашел. 90% модификаций работает стабильно в операционной системе Windows. Далее, размножив их по кросс-платформенности, мы получаем деление чуть ли не в 4 раза. То есть, большинство плагинов, разрабатываемых для кросс-платформенного движка Kerbal Space Program, не работают. Или вызывают те или иные проблемы в производительности игры и в ее стабильной работе. Возьмем для примера модификацию Chaos, которая позволяет, грубо говоря, встроить терминал непосредственно через часть при строительстве ракет-самолетов или роверов. Терминал нам позволяет вводить элементарные команды на уровне Basic, построить определенные траектории, отстрелить ступень, запустить, отключить двигатель и так далее и тому подобное. В чем же нюанс и в чем же недостаток? Данный мод работает, в принципе, стабильно. Но, например, на платформах GNU, Linux или MacOS вызывают конфликты, а также утечки памяти на 64-битных версиях и в основном предназначен для 32-битной версии. В ходе событий смысл плагина оказался интересен, но не работоспособен. Поэтому изначально закралась мысль и потребность на 60-70% оптимизировать и автоматизировать в некоторых аспектах игры определенные действия. В GNU Linux существует множество программ по автоматизации тех или иных действий, простых скриптов, а также сам процесс написания тех или иных частей кода программ. Также рассматривалась возможность автоматизации процесса игры в Kerbal Space Program посредством голосового управления, но идея отпала сама собой по причине множественного затраты времени на создание модели тех или иных команд в голосовом исполнении. Итак, изначально будем работать, грубо говоря, через костыль. Данная программа доступна в стандартных репозиториях Debian и Debian подобных систем, например Ubuntu, который позволит нам создать определенные простые алгоритмы для автоматизации нашего управления в игре Kerbal Space Program. Автор с юмором назвал данный набор скриптов как «Hackles», также относительно информации о том, что используется для игры Kerbal Space Program. Скрипты довольно простые в исполнении, правках и понимании. На данный момент их здесь четыре. Первый скрипт предназначен для автоматизации и ускорения или акселерации поведения ровера на поверхности. Второй скрипт предназначен для моделей в плане самолета, который позволит поддерживать автогоризонт, но в основном рассчитан на поддержание скорости, которая не должна падать ниже определенной отметки и варьироваться от 5 до 6 километров плюс-минус. Третий скрипт предназначен для автосохранения. Да, в игре существует автосейв, но это автосейв для кнопки F5, то есть для быстрого сохранения. И также простой скрипт для автоматического набора высоты. Логика и код скриптов максимально упрощен для анализа и ведения правок на свое усмотрение. Первый скрипт это псевдоменю, который позволяет управлять и переключаться между второстепенными скриптами. Принципиально использован не один скрипт для возможности быстрого парсинга. Тут все достаточно просто и понятно на первый взгляд. Основные скрипты написаны с использованием ранее описанной программы. Также имеют какие-то дополнительные и основные комментарии. Но основная идея заключается в эмуляции нажатия кнопок, то есть полуавтоматизация. В цикле вызываем программу и эмуляцию нажатия определенных кнопок в определенных действиях в самой игре Kerbal Space Program. Возможности работы через своеобразный костыль намного эффективнее и проще, чем использование тех же модификаций и плагинов для игры Kerbal Space Program. По одной простой причине, что мы можем обращаться к тому или иному аспекту движка игры более плавно и не ресурсоемко. Рассмотрим наш первый скрипт, который позволяет нам автоматически ускорять наш роллер без дополнительного и затруднительно долгого удержания кнопки W. Поскольку в аспектах игры данная функция не предусмотрена и требует постоянного контроля за тем или иным аппаратом. В коде скрипта тут все довольно просто. Необходимая пауза и очистка. Дальше переход в определенный цикл, который эмулирует нажатие кнопки W. И повтор автоматизации скрипта, также в бесконечном цикле до полной отмены. Здесь немного цикл написан грубо, но главное понятен и вносимые правки довольно просты. Обратите ваше внимание, после запуска окна необходимо непосредственно выбрать окно игры. Поскольку эмуляция нажатия кнопки подразумевает активные действия пресс предварительного указания специфических программ. То есть необходимо указать активное используемое окно. Скрипт начинает свою работу в терминале. Показывает отладку и шаг определенный по циклу. Выделяем окно, снимаем с тормоза. Видим, отрабатывает переключатель SAS. Значит скрипт работает, скрипт окно видит. Видим, начинает двигаться. Мы можем корректировать курс, притормаживая или позволять ему набирать ту или иную скорость. Обратите внимание, что данный ровер довольно легкий для Луны. Поэтому скорость больше 20 метров в секунду будет его подбрасывать даже на минимальных кочках. Также желательно, чтобы ваша конструкция ровера поддерживала более значительный заряд. Поскольку расход при постоянном движении гораздо больше, чем вы это делаете рукой или пальцем, который позволяет его ускорять. Скорость практически всегда поддерживается по коду скрипта более-менее оптимальная. Не вызывая тем самым специфических и дополнительных нагрузок при управлении вручную. Не забудьте о настройках направления, контроле трения и контроле сцепления при конструкции ровера. И так, как видим, движется он прекрасно. Скорость пока больше 15 метров не поднимается. Можем немножко повернуть его. Но скрипт нам практически не мешает этого делать при коррекции курса ровера. Второй скрипт предназначен для поддержки автогоризонта, но в основном используется автором для поддержания скорости на определенных высотах. Здесь видим два цикла. В первом цикле мы немного опускаем нос самолета. И во втором цикле мы его чуть больше приподнимаем. Скрипт немного недоработан, но основной спысл должен быть вам понятен. Итак, давайте его запустим. Видим, пошла отработка, пошла перезагрузка скрипта и повтор. Видим, наклоняется и немного приподнимается. Нос самолета тем самым поддерживает ту или иную определенную скорость. Обратите ваше внимание на сопротивление воздуха, а также на конструкцию вашего пилотируемого аппарата. На данных высотах идет сброс высоты, поскольку самолет довольно тяжелый, что заставляет его быстрее снижаться. Также мы можем корректировать курс. Ожидая отработку скрипта или непосредственно при работе скрипта. Скрипт автонабора высоты принципиально тот же самый, что и поддержание скорости в горизонте. Также содержит два основных цикла подработки. Это немного плавное снижение и довольно резкий набор. Обратите внимание на конструкцию вашего самолета, а также на прибор крена. Видим, идут небольшие рывки по тогажу, которые позволят автоматически более плавно с расходом топлива набирать высоту в автоматизации. Учитывайте высоту при наборе, контролируйте ее, а также контролируйте прибор крена. Крена, как видим, уже довольно высоко задирается нос самолета. То есть приблизительно от 6000 данный крен довольно грубый и мы будем довольно быстро терять скорость, поскольку данные двигатели такой крен не выдерживают по тяге относительно сопротивления воздуха. В вакууме, соответственно, данный скрипт будет действовать по-другому. Как видим в теории и практике, все довольно просто в использовании и правке. Модернизация и написание скрипта. Если у вас возникли затруднения в использовании самой программы эмуляции нажатия кнопок, обратитесь к документации разработчиков. Наработки скриптов доступны в описании видео. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...